Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Краевая столица уже в пятый раз принимает Сибирский международный форум по оздоровительному туризму. Эксперты обсуждают, как можно улучшить отрасль. Новый сезон стартовал на радиостанции Катунь-ФМ. Жители Алтайского края услышат в эфире еще больше новых программ, серьезных и развлекательных. Подробнее узнаете в выпуске. Живописец, пейзажист, член Союза художников России, ветеран Великой Отечественной войны. В библиотеке имени Башунова открылась выставка памяти Виктора Затеева. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в видеоконференции, посвященной проблемам долевого строительства в Сибири. Председателем конференции был полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. С главами сибирских регионов он обсудил, как на местах решаются проблемы обманутых дольщиков. Виктор Томенко рассказал о проблемных объектах. В частности, глава региона отметил строящийся дом в Новоалтайске по улице Южсима, 52А. Сейчас прорабатывается механизм завершения строительства этого объекта. Планируемый срок завершения строительства многоквартирного жилого дома в Новоалтайске – третий квартал 2022 года. Условия жизни ветеранов, обучение волонтеров, установление в Барнауле памятной стелы в честь 75-летия Победы. Губернатор Виктор Томенко провел заседание Организационного комитета Победа. Подробности далее. Как живут ветераны Великой Отечественной войны? Все ли они окружены вниманием и заботой? Выяснить это должны активисты Общероссийской организации «Волонтеры Победы», представители Общероссийского народного фронта, органы власти и общественные организации. Данные вопросы были предоставлены нам с федерального уровня волонтерами Победы и, в принципе, предполагают по содержанию, аналитику материалов, включенности, обеспечения ветеранов следующими услугами. Это медицинские услуги, это услуги Министерства социальной защиты, это состояние жилищных условий ветерана и внешний вид. Одна из задач, поставленных перед добровольцами, проверить состояние памятников и мемориалов славы. Губернатор Виктор Томенко напомнил, что ответственность за состояние памятников, расположенных на территории муниципалитетов, несут органы местного самоуправления. По словам начальника госохранкультуры края Александра Урбаха, таких памятников у нас в регионе более тысячи. Многие из них требуют ремонта. В том числе пять могил героев Советского Союза, четыре братских могилы воинов, умерших от ран в госпиталях, расположенных на территории края. Кроме этого, 335 памятников Великой Отечественной войны являются авторскими работами, выполненными известными алтайскими скульпторами и архитекторами. В годы войны на Алтае было эвакуировано больше ста заводов. На 12 предприятиях установлены мемориальные доски и памятные знаки. Многие заводы участвуют в благоустройстве мемориалов и парков. Как сообщил министр промышленности края Александр Климин, в исторической промзоне Барнаула на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина будет установлена памятная стелла в честь 75-летия Победы. Муниципалитеты края также получат средства на приведение в порядок памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Учитывая юбилей, предусмотрим специальным образом в бюджете края на следующий год 75 миллионов, их по какому-то принципу, между какими-то муниципалитетами на эти цели разбросаем, доведем эти деньги. То есть вопрос только в том, как их правильно разделить и так дальше. Губернатор предложил проводить заседание Ургкомитета Победы раз в месяц. Он попросил ответственных лиц сообщать не только о планах, но и о проделанной конкретной работе по поставленным ранее задачам. Владимир Токмаков, Алексей Шаульский, новости. Краевая столица уже в пятый раз принимает Сибирский международный форум по оздоровительному туризму. На площадке встречаются эксперты из Барнаула, Новосибирска, Томска, Красноярска, Москвы и Казахстана. Они обсуждают ведущие направления развития отрасли. Три дня в Барнауле будут проходить обучающие мастер-классы, конкурсы и деловые мероприятия. Центральные темы форума – экспорт медицинских услуг, сотрудничество санаториев для совместной работы над пациентами, повышение качества услуг. Главной задачей для отрасли в Алтайском крае эксперты считают привлечение иностранных туристов и гостей из соседних регионов. Для этого необходимо ввести новые страховые условия. Эта программа вышла, чтобы наши врачи, наши медицинские организации были защищены при оказании медицинской помощи иностранцам, что в случае возникновения спорных вопросов страховая компания могла бы урегулировать те или иные претензии. Также из таких глобальных изменений, которые планируются с 2021 года, с января, то есть буквально через один год и два месяца, будут введены электронные визы на все территории Российской Федерации, что позволит в упрощенном режиме въезжать в любой регион. А в Заринске прошел профилактический рейд по безопасности печного отопления. Сотрудники МЧС и других ведомств обошли дома жителей города, чтобы проверить, как люди подготовились к отопительному сезону. Основные нарушения по печам можно отметить – это хранение на притопочном листе дров, это разрушение дымовых каналов, это отсутствие соответствующей разделки и многое другое. Некоторые жители города Заринска не успевают к отопительному сезону подготовить свои печи и привести их в надлежащий порядок. Главная цель рейдов – проверить состояние оборудования, напомнить основные правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, указать на недочеты и проконтролировать их устранение. В течение недели межведомственная группа посетила 30 домовладений. Сотрудники МЧС вручили памятки. Некоторые граждане взяты на контроль до устранения неполадок печного отопления. Новый сезон стартовал на радиостанции Катунифэм. Жители Алтайского края услышат в эфире еще больше программ, серьезных и развлекательных. Что нового приготовили наши коллеги, расскажем прямо сейчас. 300 тысяч часов за спиной, 300 тысяч планет надо мною. Еще одна строчка. Бах, и все. Через две минуты пазл сложился сам по себе, я ничего не делал. В утреннем шоу «Подъемная сила» – самый лучший день. Автор одноименного хита, певец и композитор Лев Шапира открывает с ведущими новый сезон на Катунифэм. Сообщения от радиослушателей приходят со всех уголков края. Сотрудничаем давно, относимся друг к другу тепло. И как изменились, наблюдаю, ну, в этом сезоне наблюдаю, да, это факт. Заезжаю по мере силы возможностей пообщаться, поговорить в эфире и просто поздороваться. Новый сезон на Катунифэм – это больше музыки, интересных новостей, розыгрышей и подарков. Этой осенью в эфире появятся и новые программы. Одна из них – о реализации нацпроектов в Алтайском крае. Уже готовятся к акции, к Новому году и 75-летию победы. И это еще не все. Это касается, в первую очередь, нашего утреннего развлекательного шоу «Подъемная сила». Он просто вышел у нас вот с понедельника в обновленном варианте. То есть это новое оформление, новое звучание, джинглы и так далее. И плюс ко всему добавился еще один дополнительный час. То есть раньше мы работали с 7 до 10, сейчас с 7 до 11. И этот час – это просто для нас грандиозное событие, потому что мы сможем принимать еще больше гостей. Сегодня на одной волне с Катунифэм больше 1 миллиона 700 тысяч человек в 34 городах и районах края. Ежедневно жителям региона доступны 16 оригинальных выпусков новостей, 20 тематических проектов, утреннее шоу и ежедневная программа по заявкам слушателей. Настраивайте и вы свои радиоприемники на волну Катунифэм. Анастасия Борисова, Антон Червяков. Новости. Живописец, пейзажист, член Союза художников России и ветеран Великой Отечественной войны. В библиотеке имени Башунова открылась выставка памяти Виктора Затеева. Виктора Затеева нет в живых уже 11 лет. В Барнауле живописец жил и работал с 1967 года. Более 20 лет он был руководителем студии «Художник» при Педагогическом университете. Живописец знаменит своими пейзажами. Его даже называют поэт алтайского пейзажа. Но свои картины художник рисовал не только на Алтае. Он, по-моему, всю Россию объездил для того, чтобы интересные, красивые и содержательные по своей истории места были. И он сразу писал часто даже картины. Этюды и здесь же картины. Потом приезжал сюда и мы с удовольствием показывали его работы. На памятной экспозиции представлено 56 работ, в том числе те, которые до этого не выставлялись. Например, Пасеков-Колывань из личной коллекции семьи художника. Выставка охватывает все периоды творчества Виктора Затеева. От самых ранних до последних картин. Она продлится ровно месяц. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24. До встречи в следующих выпусках.